С этого года вступили в силу новые правила по размещению госзаказа и приведения электронных торгов. Почему многие поставщики оказались не готовы к работе в интернете, узнавал Артем Ванян. На сегодняшний день электронный аукцион в интернете – это основный способ для размещения госзаказа и закупок. Но на деле оказалось не так уж просто поставщикам привыкнуть к нововведениям. Если раньше, участвуя в госзаказе, предприниматели подавали заявки в традиционном бумажном виде, письменно, участвовали в процедуре закупки, очно находясь на аукционе, в так называемом молотковом аукционе, то сегодня предприниматели обязаны участвовать в электронных аукционах. Проще говоря, поставщики остались один на один с компьютером, и, казалось бы, упрощенная система подачи заявки стала для них совсем непростой. Чтобы бизнесменам было легче понять процедуру торгов в интернете от А до Я, в Торгово-промышленной палате Края организовали тематический семинар. Среди слушателей-руководителей-бухгалтера Ставропольских предприятий. Так как занимаемся ремонтом и наладкой медицинского оборудования наше предприятие, то мы работаем, естественно, с государственными медицинскими учреждениями, и поэтому большинство идет через госзакупки, через тендеры, через запросы котировок. То есть мы с этим сталкиваемся в своей работе постоянно. И хотя семинар проходит всего один день, у слушателей есть достаточно времени, чтобы понять весь процесс от оформления документов до практической работы на торговых площадках. Предпринимателей мы учим основам законодательства, основным положением регламентов работы электронных торговых площадок и даем опыт работы на электронных торговых площадках. Всем слушателям предоставляется специально оборудованное рабочее место, и тут же на учебной электронной площадке каждый может принять участие в торгах, ничем не отличающихся от реальных. Я считаю, что тот объем информации, который был дан, он вполне достаточен для того, чтобы приступать к работе. И, в принципе, уже очень хочется начать практические занятия, чтобы как можно быстрее научиться работать и в дальнейшем пользоваться всеми системами, всеми знаниями, которые получены здесь. Артем Ванян, Александр Конорев, Информбюро. И переходим к курсу валют. Евро сегодня покупали за 39 рублей, 78 копеек продавали на 23 копейки дороже. Покупка доллара составила 27,93, курс продажи 28,12. Что касается официального курса на завтра, американская валюта потеряла 19 копеек, итого 28,06. Евро прибавил 23 копейки. За единую европейскую завтра будут просить 39,82. Это были все бизнес-новости на сегодня. Приятного вам вечера.